Ответные санкции России обсудили на совещании членов областного правительства. Чего ждать региону в связи с запретом на ряд продовольственных товаров из Евросоюза, Норвегии, Австралии, Канады и США? Напомним, в черном списке говядина, свинина, птица, копчености и колбаса, молочная продукция, рыба, овощи, корнеплоды, фрукты и орехи. Санкции пойдут на пользу калужским производителям, уверены в Министерстве конкурентной политики региона. Что по этому поводу думают остальные, калужане узнала Ольга Золотина. Пока на прилавках все те же бренды. И спрос на продукцию остается без изменений. Покупатели наслышаны о жестком ответе на западные санкции. Скоро с прилавков исчезнет добрая доля импорта. Но по-прежнему большинство калужан потребительскую корзину наполняет без излишнего ажиотажа. Не гонятся за последними остатками зарубежной роскоши. Стараюсь свои покупать отечественные. А чем они лучше? Да я не знаю, надежные. Мы патриоты своей родины. А санкции на вас не скажут? Да, прям. Ну посмотрите, Козельская, Обнинская, Козельская. Вот смотрите, сколько бабушек сидят и сколько продают свои домашние. Хорошие огурчики, хорошие помидорчики, хорошие яблочки. Хорошо, когда свой товар. А как, что журое? Где взять, что журое-то? Обеспечу, дай бог, уже 42 года обеспечу жизни. И картошкой, помидорами, огурцами, все, чесноком, луком, морковкой, все, что хочешь есть. Калужским производителям санкции даже на руку. Теперь на их продукцию, наконец, обратят внимание. Силами одних местных предприятий можно накормить всю область. Уровень самообеспечения мяса 83%, молока 89%, такой же показатель по овощам. А картофеля вообще 115%. Для полной самодостаточности не хватает фруктов и рыбы. На сегодняшний день в наших магазинах порядка 200 наименований являются импортом. По группам это 20% фрукты, 30% алкоголь, 30% колбасные и молочные изделия. На сегодняшний день мы активно занимаемся переговорами с местными поставщиками по замещению по группе фруктов и овощей. Покупатель не увидит отражения на своем кошельке введенных санкций. Мы будем, естественно, восполнять наш магазин товарами отечественного производства. У нас много подсобных хозяйств. А рыба, фрукты, которые недостаточно производятся в том, что в том числе, как в том числе? Существует ряд стран, с которыми мы будем работать именно по этой продукции. Поэтому в этом мы тоже проблемы никакой не видим. А вот в Европе уже начали жалеть об испорченных отношениях с Россией. Компартия Греции, к примеру, отправила послание депутатам Европарламента, в котором протестуют против санкций в отношении нашей страны. Так как страдают, в первую очередь, они сами. Теперь по тысячам греческих малых и средних фермеров, особенно производителям фруктов и овощей, главным рынком поставок которых была Россия, нанесен сокрушительный удар, так как их не реализованная продукция гниет на складах. Об отмене санкций заговорили в Германии. Глава фракции левой партии в Бундестаге раскритиковал местное правительство за слепую поддержку США. Ошибка канцлера заключается в том, что она идет на поводу у Обамы. Обама постоянно говорит об экономических санкциях, но они бьют по нам, а не по США. Понимают ли они, какую цену нам придется заплатить, когда, например, под запрет попадают наши овощи и фрукты? И это решение вызвано теми самыми экономическими санкциями. Пока санкции на ряд продуктов введены всего на год. Калужане должны прожить его без потерь. Потребительскую корзину наполнят местные производители, а от взлета цен власти обещают защитить жестким контролем. Ольга Золотина, Александр Комиссаров, Александр Бурылкин, Илья Хромов, телекомпания НИКА-ТВ.